Доброе утро всем! Прошу проверить звук, как меня слышно. Поставьте, пожалуйста, циферку от 1 до 10 по качеству звука. Нет ли никакого шипения, жужжания и так далее. Так, сегодня у нас очень важная тема. Пока вот жду обратной связи. Это онлайн-помощники, навигация по онлайн-инструментам для новичков и не только. Я не часто сталкиваюсь с тем, что не только новички у нас не знают, что такое реферальные ссылки, где находится вообще обучение на сайте, но и старички с теми же самыми вопросами сталкиваются. Поэтому сегодняшние полчаса времени – это реально навигатор по тем ресурсам и инструментам, которые нам дает компания. Дело в том, что вообще, по идее, компания нам должна давать качественный продукт и инструменты для их продажи, для того, чтобы люди удобно приобретали продукцию. А по факту нам дается еще масса всего того, что мы должны делать сами, организовывать, может быть, где-то заказывать. По сути, нам все это дается в руки абсолютно бесплатно. Начинать с самого сайта и заканчивая такими помощниками, как лендинги, фотобанки, картинки разные. В общем, сегодня мы как раз пробежимся по всем вот этим важным инструментам, которые у нас есть. Я представлюсь. Меня зовут Катерина Воронцова. Я, так скажем, немножко разбираюсь. Я эксперт в этой области. То есть я знаю, что где находится на сайте. И чтобы в дальнейшем не возникало ни у кого вопросов, вы можете просто переправлять запись этого видео для своих новичков, чтобы они уже ориентировались на сайте быстро, просто и легко. Сегодня у нас больше такое вот практическое. Здесь слайдов будет не так много. Скорее я буду показывать рабочий стол свой и рассказывать, где что находится на сайте. Давайте. Небольшое вступление. Вот это было, да. Сейчас уже непосредственно перейдем к плану работы. Мы сегодня посмотрим, что у нас есть на сайте, где у нас находится меню, что можно поменять в настройках, где находится обучение, которое сейчас дает компания. Как сделать ссылку на каталог. Это очень частый вопрос. Да, дайте ссылку на каталог, дайте ссылку на каталог. Постоянно просят. Мы сегодня немножечко познакомимся с сайтами, с сайтом-помощником hello.foburlick.com и фотобанками. Узнаем, что такое реферальная система, зачем нужны реферальные ссылки и вообще, где их все найти. Давайте по очереди. Я хочу, конечно, начать не с самого сайта, потому что тема, наверное, самая объемная на сегодня, а именно с сайта-помощника, о существовании которого знают далеко не все. Сайт-помощник. Сейчас немножечко переключусь. Так, его адрес hello.foburlick.com. Я его скидываю всем новичкам для того, чтобы они могли познакомиться непосредственно с сайтом. Сейчас я переключаюсь на свой рабочий стол. Мне нужна будет еще обратную связь, потому видно, рабочий стол или нет. Мы... Так, секундочку, ждем. Поделиться. Так, пожалуйста, напишите. Должно быть у вас такой длинный-длинный коридор виден. Моя окошечко в... Ага. Если видно, поставьте, пожалуйста... Ну, напишите «Видно». Видно, все отлично. Давайте не будем терять времени и переходим уже непосредственно к фотобанку. Ой, фотобанку. HelloFoburlick.com. Смотрите. Сюда просто в адресную строку. Я вбиваю это «HelloFoburlick.com». Тут у меня уже, видите, все уже есть. И заходим сюда. Смотрим, что здесь интересного. Так, смотрите, для того, чтобы попасть на этот сайт, не нужно быть авторизованным, не нужно иметь свой личный кабинет и так далее. Нужно просто пройти по ссылке. Все очень просто. И здесь прямо целый ряд коротких видео о том, как войти в личный кабинет, как выбрать свой город, что такое всплывающие подсказки, что с ними делать. Вот так подгружается немножко долго, не страшно. Фильтры. Что такое фильтры, как их настраивать, как осуществить поиск по сайту. Да, вот короткие небольшие видео, совсем по чуть-чуть, по минутке, видите, да? Так, выбор размера одежды, галерея изображений товаров, что это такое и как с ним работать, как поделиться карточкой товара, об этом мы сегодня тоже поговорим, выбор способа доставки. В общем, собственно, ищем просто ту проблему, тот вопрос, который у нас есть, и находим его здесь. Что такое разделение заказа? Да, вот очень часто такой вопрос возникает. Вообще, откуда вот эти черные плашки, почему он предлагает разделить заказ? Зайдите на сайт hellofiberlik.com. И если вы, во-первых, не просто покупатели пришли сюда работать и зарабатывать нормальные деньги, то, соответственно, нужно немножечко потрудиться, попотеть, да, и заглянуть на этот сайт hello.fiberlik.com и разобраться, что и как. Да, здесь, конечно, сопровождение от наставника вы получаете в полной мере, но есть ряд вещей, которые, ну, извините меня, вы должны сделать сами. Это посмотреть хотя бы какие-то элементарные вещи, например, вот этот вот ресурс, который для нас подготовила компания. Раньше его не было, и все подобные видео мы снимали сами. Сейчас это все есть в доступности. Что это такое, вы теперь знаете. То есть, смотрите, есть мини-корзина, корзина заказа, быстрое добавление товара в корзину. В общем, много всего того, что вам однозначно пригодится при оформлении заказа, при работе на сайте и при объяснении своим новичкам некоторых нюансов работы на сайте. Все, теперь мы эту тему закрыли, да, теперь все знают, что такое hello.fiberlik.com, и мы переходим непосредственно к навигации по сайту, потому что времени у нас не так много. Вот у нас так выглядит сайт, нам нужно быть авторизованным, да, мы об этом говорили, здесь у меня личный кабинет мамы. Дальше. Смотрим. У нас на сайте есть раздел меню. Для того, чтобы попасть на меню, нам нужно просто нажать в верхнем правом углу свое имя. Оно кликабельное, свой номер регистрационный. И меню появляется вот здесь, вверху. Здесь можно найти и как зарегистрировать человека, посмотреть свой счет. Мы знаем, что мы вначале при оплате заказов пополняем свой личный счет в оберлик, только потом с этого личного счета у нас происходит оплата заказов. Какие у нас есть купоны и карты, да, сейчас мы копим карты на 50% скидку. Здесь, собственно, есть мои заказы, то есть можно просмотреть и проследить, когда какой заказ был оформлен и что в нем находилось. Моя структура, чтобы быстро посмотреть своих новичков, кто попал в структуру. К этому разделу мы еще обратимся. Есть раздел отчеты, в котором компания дает практически все возможные отчеты, какие вы можете себе только представить по всем акциям, программам, по своей структуре, по информации о личной группе и так далее. Здесь есть раздел личной данной, на нем тоже остановлюсь. Раздел сообщества для того, чтобы общаться внутри личного кабинета со структурой. Есть раздел обратная связь для того, чтобы написать в компанию. Сейчас она работает довольно быстро. Есть раздел бизнес, это новый раздел, его раньше не было. И раздел, ну, выход, для того, чтобы выйти. Сейчас остановлюсь на личных данных. Это настройки. Здесь, как видите, есть еще подразделы. Здесь можно дополнить контактные данные, указать почтовый адрес. Почтовый адрес нужен для того, чтобы осуществлять адресную доставку курьером, например, либо почтой. Адреса доставки здесь вы редактируете. Прошу обратить внимание, сейчас этот раздел действительно важный, потому что через раздел оформить заказ, там уже бывает довольно сложно поменять адрес доставки, только, по-моему, в рамках одного региона. А здесь вам действительно нужно, в рамках одного города там можно поменять, здесь вам действительно нужно будет указать те адреса, которые хотите использовать для отправки заказов. То есть если вы отправляете знакомым друзьям в другой город, то укажите его здесь, нужно вам его сюда добавить. Потом он вас будет предлагаться при оформлении заказа. Здесь вы можете загрузить свое фото, документы. Это больше для тех, кто все-таки ведет свой бизнес, он вам пригодится в дальнейшем, да, и на НН там подгрузить и так далее. Но это для других стран, для России это не требуется на данный момент. И настройки. Здесь можно поменять контакты, поменять пароль, во-первых, да. Здесь можно поменять пароль. Вот он, да, сменить пароль. А здесь можно поставить галочку «Получать контакты потенциальных консультантов». То есть если вы, например, 100-бальник, то вы можете получать контакты от компании. Компания вам будет их присылать за то, что вы делаете 100 баллов, то есть являетесь VIP-ом. Здесь, я думаю, все понятно. Переходим к следующему разделу. Это раздел «Настройки». Он находится всегда внизу. Ой, нет, настройки мы закончили. Сейчас переходим к разделу «Партнерство». Он находится внизу. И здесь, что будет интересно новичкам. Во-первых, предлагаю раздел «Акции бизнеса». В «Акциях бизнеса», во-первых, будет у вас акция для новых покупателей. Вот видим здесь, что есть мотивационная поездка для директоров в Турцию условия. Есть у нас банк идей. То есть можно просто присылать свои идеи в компанию, заработать деньги до 10 тысяч рублей. Акция «Выиграй пылесос». Получи его гарантированно. Не «Выиграй», скажи. Получи его гарантированно. Акция «Действуй на все 100». Тоже здесь есть. Как получить бонус 100 тысяч рублей при открытии звания директора. Дополнительно. Здесь у нас есть новым консультантом. Здесь как раз будет стартовая программа. И программа для новичков. Здесь программа «Фоберликлуб» и VIP-программа. То есть новичку, который заходит на бизнес в том числе и даже покупать для себя. Вот этот раздел очень важен. Следующий раздел важный, который я отмечу, это раздел обучения. Здесь у нас вообще каждый, наверное, месяц пополняются разделы. Сейчас у нас есть Академия «Фоберликлуб», которые каждому новичку нужно обязательно пройти. Во-первых, Академия «Фоберликлуб» у нас проходит в онлайне каждый месяц. Сейчас она бесплатная. Раньше это было обучение все платное. И стоило от 375 рублей до 1150 рублей. Я просто хочу еще раз обратить внимание новичков, что вы просто в какой-то уникальной ситуации. Вы в шоколаде. У вас все есть. У вас есть возможности для старта. Когда мы начинали, у нас не было ничего. Ни видеозаписи, ни обучения этого не было. Сейчас такие уникальные условия, да, бери и делай. Все есть на шикарном уровне. На таком уровне, который даже, вот я не знаю, придете в какую-то солидную компанию работать, да, вам даже не предложат этого. Скорее всего, там дадут какую-то нормативную базу. Ну, например, на госслужбу вы приходите, на изучай. Да, такого уровня обучения вам, скорее всего, даже не светит. Смотрите, здесь, во-первых, обучение на декабрь. То есть у нас, скорее всего, скоро появится уже обучение на январь план. И здесь обучение, это курс для новичков. Снято все в шикарном качестве. Есть рабочие тетради, тоже в классном качестве. Темы, пять первых тем, которые я рекомендую пройти быстренько за неделю, не тормозить, не растягивать это на месяц. Это абсолютно бесполезно. И здесь, да, кстати, если вы в дальнейшем будете наставником, здесь еще есть план действий для наставника, для того, чтобы новичка курировать в отношении обучения по этим направлениям. И как только вы проходите ту или иную тему, нужно все-таки связаться с своим наставником и уточнить некоторые моменты. Однозначно будут вопросы. Если вы проходите онлайн-обучение Академии Фаберлик вверху, то вопросы вы можете задавать прямо бизнес-тренером, прямо в онлайне. Это плюс, конечно, поэтому вначале вы проходите обучение для новичков в записи. А когда в следующем месяце попадаете на онлайн-обучение, то еще раз и еще раз до ладом проходите обучение в онлайне обязательно. У нас есть как следующий уровень цифровое обучение. То есть вы вначале Академии Фаберлик проходите, потом цифровое обучение делаете. Продвижение ВКонтакте. Заметьте, это все без ПАМа, это все дает компания. Эти обучения стоят немалых денег. Эти обучения стоят однозначно тысяч от 15 и более. Для простых линейных предпринимателей, которые, простите, начинают с нуля, это все не бесплатно. Здесь вам дается все бесплатно. Это все только для зарегистрированных компаний Фаберлик новичков. У нас есть образовательная платформа. Это, как скажем, третий этап. Вы можете приобретать обучение для себя. Здесь тоже уникальные знания, которых вы получили бы в мире, в простом, в миру, так скажем, за большие деньги. И здесь же они вам дают еще и баллы. Да, баллы мы знаем, что это очень важно у нас. Мы зарабатываем баллы, на баллах делаем товарооборот. С товарооборота получаем деньги. Хорошие деньги. Есть материалы для бизнеса. Это вам скорее, да, познакомиться. Есть у нас продуктовое обучение новичку. Это сейчас тоже очень важно для того, чтобы знать все направления, какие есть. У нас более 16 направлений товаров. И, естественно, есть у нас расписание обучения, которым вы можете ознакомиться. Также вот в этом разделе скачать себе календарик. Давайте мы можем даже его открыть. Он у меня скачен. Не знаю, сколько времени сейчас это займет, потому что навременно получается и запись экрана идет, и вебинары, и несколько вкладок открыты. Надеюсь, откроется довольно быстро. Так, сейчас быстренько проверю, как у нас дела. Так, все хорошо, все видно. Всем привет. Так, поставьте, пожалуйста, плюсики, если все хорошо, и я на связи, я никуда не делась, не потерялась. То есть, девочки, получайте кайф. Ну да, мальчики, если вы смотрите, мальчики в записи, девочек, мальчиков, по-моему, в онлайне нет. Получайте кайф от того, сколько сейчас нам дается ресурсов для обучения, для того, чтобы начать грамотно строить бизнес, не наделать кучу ошибок. Вот смотрите. На 16-й период есть обучение. Здесь расписана Академия Фаберлик. Зелененьким отмечено продуктовое обучение. Смотрим. Есть 17-й период. Календарь на 17-й период. Здесь у нас обучение для владельцев пункта выдачи. Смотрим, что-то на 18-й период. Это 15-й. Я увидела на 18-й период. Тут сейчас нету. И тем не менее, да, у нас идет обучение. Да, вот тут отмечено, что это цифровое обучение, бизнес-обучение, продуктовое обучение. Несмотря на то, что почему-то здесь этого нет. А вот, смотрите, я просто не то щелкнула, да. У нас здесь есть вкладочки. Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. И во вкладочках вот тут как раз все и есть. Не забываем про то, что у нас идет сейчас цифровое обучение. Можно в нем догонять. Сейчас очень много новичков включились для того, чтобы за несколько недель пройти базовый уровень. Здесь у нас сейчас, знаете вы или нет, может быть, знаете, именно вот сейчас идет продуктовое обучение. Все, конечно, записи сохранятся. Их можно будет посмотреть потом в разделе продуктового обучения. И сейчас у нас идет обучение для руководителей структур. Да, это самая высшая форма обучения. То есть у нас идет вначале для новичков, потом для наставников и, наконец, для руководителей структур. Красным цветом у нас все здесь отмечено. Видим, что календарь существует, он заполняется. Вы его можете смотреть и организовать таким образом свой бизнес. Так, я надеюсь, с разделом обучения здесь все понятно. Мы переходим к разделу. Внизу есть еще раздел, как оформить заказ, оплата, доставка, возврат, регистрация, как зарегистрировать человека, новичка. Вопросы и ответы, задать вопрос с этим. Вы познакомьтесь, пожалуйста, сами. Если вы пришли на бизнес всерьез и надолго, есть где вопросы, которые нужно изучать самостоятельно и только вопросы уже непосредственно обращать наставнику своему. О компании то же самое. Единственное, что здесь я обращу внимание на раздел новинки каталога. Он у нас вынесен вниз. И сейчас вот здесь можно просто открыть любое направление, например, серию Варио и поделиться с ней, сделать реферальную ссылку. Да, мы потихонечко переходим к разделу реферальных ссылок. Что такое реферальное? Это небольшой секретик, который нам тоже дает компания, уникальный ресурс. Реферальное там дословно, относимое непосредственно к вам. И каждый новичок, который приходит в компанию, получает возможность иметь свою реферальную ссылку. Я ее называю вирусная ссылка. Почему? Потому что... Походу, да, тут что-то мышка все мигает. Вирусная ссылка, потому что человек, просто пройдя по этой ссылке, что-то там посмотрит на сайте, потом вдруг захочет, а дай-ка я зарегистрируюсь, и знаете, кому он попадет? Он попадет именно к вам, даже не поняв, что случилось, что произошло. А теперь вопрос о том, как создавать реферальные ссылки. Вообще сейчас все, что я буду применять к слову реферальные, означает, что если мы создаем эту ссылку, она реферально, то есть относится к вам непосредственно, закреплена за вами, и человек, попадая по этой ссылке, захочет зарегистрироваться какое-то время, даже если пройдет, да, кэш, это называется там, куки, да, захочет зарегистрироваться, попадет именно к вам. Вот такая классная система. И смотрите, здесь у нас есть разные направления, их становится все больше и больше. Не направления, да, места, где можно с ними поделиться. Вы можете напрямую поделиться, выбрать, например, хотите ВКонтакте поделиться, ссылка в личном на своей странице, но сейчас как бы даже обучение проходим, говорят, что этого делать не надо просто так. Так, захотите просто в личку кому-то отправить, можно через прямые кнопки. И что делаю я? Я предпочитаю делать какую-то ссылку, например, через WhatsApp, да, через значок WhatsApp генерируется ссылка. Так, окно не надо блокировать. Всегда показывать. Что ты делаешь? Так, попробуем еще раз. Не должен сейчас блокировать. Пишет заблокировано. Здесь надо сделать, чтобы показывало. В общем, смотрите, здесь должно появиться окошко. Вот недавно делала, все нормально было. Все нормально было, и надо, чтобы все-таки это окошко показывалось, да, почему-то он именно этот браузер блокирует, хотя сегодня только все окей было. Так, почему он его блокирует? Здесь обычно мы переводили сюда и нажимали готово. Почему-то не нажимается. Вот смотрите, если вы делаете ссылочку через WhatsApp, то у вас должно появиться окошечко здесь, опять пишет, что заблокировано, в котором вам дается развернута ссылка. В эту ссылку копируете, укорачиваете и куда-нибудь себе в закладки вставляете. Сейчас я попробую сгенерировать ее счет не отсюда, прямо, да, из другого места, я думаю, что получится. И вот почему остановилась на этом разделе, что вот здесь вот у нас по разделам новинки все есть, и вы можете прямо делиться с новинками где-то в социальных сетях и так далее, и делать их реферальными. Вот таким вот образом. Теперь понятно, что такое реферальная, это значит, равно я называю их вирусная ссылка, которая обязательно приведет к вам, человека, в структуру, если он вдруг захочет зарегистрироваться на сайте. Система даже не спросит его, кому вы хотите зарегистрироваться, она вас зарегистрирует именно в вашу структуру. Следующее, на чем я остановлюсь, это раздел каталог на сайте. Так, вернусь, проверю, все ли окей, на связи ли я. Все отлично. Так, возвращаюсь. Итак, смотрите, у нас с вами есть каталоги. Очень часто просят каталогом поделиться, посмотреть, где каталоги. Раздел каталоги в верхнем левом углу внизу, да, там есть со звездочкой слово каталог, и внизу обычно были каталоги, да, вот здесь вот есть слово листать каталоги. То есть в двух местах мы с вами можем найти каталоги, там и там. Для того, чтобы поделиться каталогом, берем вот этот вот значок, и, да, надеюсь, сейчас все получится, берем значок WhatsApp. Вот, супер, здесь появилась кнопка не заблокирована. И вот как раз то, что я хотела показать, здесь у нас появляется ссылочка, которую мы с вами копируем и где-нибудь укорачиваем. Это может быть битли, это может быть укоротитель ссылок ВК. Выбирайте, какой вам удобнее, и укорачивайте ссылку, сохраняйте себе куда-нибудь в избранное для того, чтобы в любой момент со своим новичком поделиться. Ссылка эта будет тоже, как вы понимаете, вирусная, потому что, видите, из ней зашифрован как раз регистрационный номер. У вас вы это можете потом понять именно вот поэтому. И если человек захочет зарегистрироваться, он попадет в вашу структуру. Обидно, если вы просто даете какую-то ссылку на свой каталог, не на свой, просто на каталог, человек проходит, регистрируется на сайте и попадает не в вашу структуру. Для того, чтобы это не произошло, все ссылки делаем реферальными. Именно через вот эти значки, через значки социальных сетей. Вот такую фишку я вам еще с вами делюсь. Берете именно значок WhatsApp и из вот этого вот окошка появившегося, копируете ссылку, делаете ее реферальной и себе сохраняете. Наиболее часто употребимые ссылки, пусть у вас хранятся где-нибудь всегда поблизости, под боком. С каталогом теперь я думаю, что все понятно. Переходим к следующему разделу. Так, меню настройки каталога, познакомились, обучение, сервис тоже все понятно, компании все знаем. Следующее, да, у нас там по плану. Это реферальные ссылки. Сейчас я покажу, где они находятся. Мы возвращаемся в раздел меню. Ну и помните, я говорил, что раздел структура нам сейчас будет нужен с вами. Раздел моя структура. И здесь у нас с вами зашифрованы еще две ссылочки. Это реферальная ссылка на сайт и ссылка для регистрации нового консультанта. Реферальная ссылка на сайт, я рекомендую ее тоже укорачивать, поскольку, видите, здесь тоже зашифрован ваш спонсорский номер. И вы ее также укорачиваете, также где-нибудь себе сохраняете. То есть, смотрите, первая ссылка на каталог у вас всегда сохранена, отложили, куда-нибудь укоротили. Вторая ссылка у вас, реферальная ссылка на сайт. Точно так же у человека просто откроется сайт, он просто по нему погуляет, ему что-то станет интересно, он начнет регистрироваться, попадет к вам. Следующая ссылка для регистрации нового покупателя. Это ссылка, которая ведет напрямую анкету регистрации. И здесь уже просто не возникнет у вас вопросов, что за ссылка, реферальная она или нет. Естественно, ведет на регистрацию. Если вот здесь вы тоже все укоротите, будет все красиво, то эта ссылка будет вам в помощь и будет... Ну, как бы не вам придется собирать данные с человека. Человек, пройдя по этой ссылке, сможет уже напрямую зарегистрироваться и попасть в вашу структуру. Так, вот это что касается именно реферальных ссылок. Здесь, я надеюсь, все понятно. То есть смотрите, по рефералкам, еще раз повторюсь, практически в любом разделе, даже если мы откроем новости, я думаю, есть вот эти значки социальных сетей. Давайте откроем, например, Дари праздник. Сейчас скидки у нас, да, есть тоже на сайте. Вчера буквально появилась информация, сегодня на сайте. Вот видите, да, у вас здесь внизу есть вот такие значки. Соответственно, эту новость, эту ссылку тоже вы можете сделать реферальной. Берем, я вам говорю, да, в ВК, на классники, Facebook и так далее, у вас эта система не получится. Telegram сейчас перестал работать, он почему-то не привязывается и не открывается. Мы берем именно ссылку, опять окно заблокировано. Так, ну, здесь настройки именно в браузере, я думаю, что если что-то все окей будет. Подредактировать надо, настройки оформить, и все будет точно так же. То есть у вас будет появляться вот такое окошко, в котором вы сможете просто эту ссылочку скопировать и укоротить. Так, второе – это ссылка на каталог. У вас реферальная должна быть и две ссылочки, еще вспомогательная, непосредственно на регистрацию в первую линию и на регистрацию и на сайт. То есть я думаю, что с реферальным все понятно. Если все понятно, поставьте, пожалуйста, в чате пятерочки. Если непонятно, задавайте вопросы. Так, это уже удалим за ненадобность, чтобы у нас не подвисало ничего. Поставьте, пожалуйста, пятерочки, если все понятно. Так, как новичкам, да, если вдруг именно для качества такого навигатора для новичков мы используем данное видео, напоминаю, что у нас на главной странице есть разделы меню, которыми вы пользуетесь, и есть у вас новости. Обязательно их каждое утро просматриваем, потому что с утра, не знаю, как вы газету, не знаю, есть у вас такая привычка, нет привычки читать газету по утрам. Вот это наша газета по утрам. Заглядываем в чаты, смотрим, что там появилось, заглядываем в раздел все новости, смотрим, что там появилось. Относимся серьезно, как к настоящей работе, потому что будете несерьезно относиться, будут несерьезные результаты. Здесь все просто. Так, работала как-то я где-то участника тоже, да, и первая обязанность была с утра проверить электронную почту. Не проверил электронную почту, не выполнился должностные обязанности, попадет потом, да, потому что часто именно там копятся какие-то заявки и так далее входящие, и если ты их профукал вовремя, клиент ушел, прибыли нет, все как бы тебе попадет. Поэтому здесь то же самое, заходим с утра, смотрим электронную почту, новости, чаты, смотрим новости. Так, переходим к следующему разделу. Как укорачивать ссылки? Покажу, все отлично, вопрос принят. Покажу, как укорачивать ссылки. Следующее, что важно. Так, я к презентации вернусь. Онлайн-помощники, я немножечко сориентируюсь. Так, лендинги, да, лендинги у нас остался, и фотобанк. Это быстренько тоже пройдем. Сейчас рабочий стол, настраиваем снова. Что такое лендинги? Лендинги – это посадочные страницы, продающие страницы их еще называют, которыми могут существовать в виде... Убираем все ненужное. HelloFaberLeak.com, познакомились. А, фотобанк зря закрыла, ладно, вернемся. Это посадочные страницы, которые компания создает для того, чтобы мы с вами развивались. Посадочная страница или лендинг может существовать как в виде отдельного сайта, да, то есть это может быть каком-то бесплатном или платном ресурсе создан сайт, на который вы создаете трафик, то есть приводите сюда людей. Лендинга может быть какая-то отдельная страница на сайте, как в нашем случае, когда компания создает прямо внутри сайта посадочную страницу, при том индивидуально для каждого. То есть эта страница, лендинг для каждого, он реферальный, да, вы теперь понимаете, что такое реферальный, он вам принадлежит лично, человек, попадая на этот лендинг, именно ваш, именно к вам в личный кабинет, если что, в смысле к вашей структуре, если что, попадет, если захочет зарегистрироваться и так далее. И лендинги бывают еще в социальных сетях, то есть, например, сам Инстаграм может быть, да, в виде лендинга, это часто какие-то нарезанные на 9 частей картинка, которая эффектно выглядит, да, и сама по себе рекрутирует, да, зазывает и так далее. Может быть, шапка, в шапке профиля ссылка какая-то, которую люди должны нажать, просто обратив внимание, посмотрев, и заинтересовавшись этим лендингом. То есть вы поняли, что это такая вот страничка, вертолетная площадка, на которой нам надо привести поток людей. Эта страничка должна сама знакомить человека с необходимой информацией, и там должно быть на этом лендинге одно целевое действие, которое человек должен сделать, посмотрев эту страницу, чтобы не запутаться обязательно одно. и так, сейчас я покажу, где находится лендинг, вот прямо сейчас. Так, пропустила, где-то пропустила. Сейчас мы найдем. В новостях, да, если вы заходите в мои новости, очень часто это видно, не знаю, по какой причине. Обычно это все в левом верхнем углу. Называется лендинг «Новым покупателем». И его вы уже используете, да, нажимаете, все, там ваш лендинг открывается. В данный момент, просто, видимо, по техническим каким-то причинам, его в левом верхнем углу нет. Поэтому я вам прямо сейчас показываю, как можно найти свой лендинг. А вообще он всегда одинаковый. По идее, если вы просто возьмете вот эту вот стандартную лендинг, да, httpc, двоеточие, две косые черты, new.faberlic.com, drop.ru, welcome. То есть это единый адрес лендинговой страницы. Его надо копировать и вводить только в авторизованном личном кабинете. То есть вы должны войти в свой личный кабинет и после этого, например, ну там пройти по этой ссылке либо вставить вот эту вот скопированную ссылку вот сюда в адресную строку. Ну давайте по ней пройдем, раз мы ее нашли. Себе обязательно куда-нибудь скопируйте ее тоже. Вот она сейчас наша лендинговая посадочная страница. В данном случае она у нас продает что? Первый заказ, первый подарок для новичка. То есть лендинг этот существует для новичка. Им вы можете делиться также в социальных сетях, как приводить любым путем, каким вам только нравится людей, на эту посадочную страницу. Техники, технологий много. И здесь человек уже самостоятельно с этой страничкой знакомится. Итак, внимание, эту страницу вам отправлять нельзя. Этот адрес существует только для вас. Вам нужно для того, чтобы сделать его реферальным, вирусным, уберите хоть какое слово, использовать вот эти вот иконки. Здесь мы можем взять опять WhatsApp. Вот, слава богу, здесь все нормально, опять окно не блокируют. И вот эту вот ссылочку, которая у нас генерировалась, мы берем ее и укорачиваем. Вот, сейчас я покажу ресурс. Например, как укоротить ссылку. Берем, если мы, например, работаем в ВК. Укоротить ссылку ВК. Элементарно, ребят, элементарно, вообще просто делать нечего. Берем сервис сокращения ссылок ВК. Да, по-моему, так и выглядит. И укорачиваем ссылку. Что у нас должно быть, если мы правильно открыли? Поле для ввода. Простите. Поле для ввода. Вот сюда. И слово сократить. Все, у нас ссылка создалась. Мы ее просто копируем, скопировали. И сохраняем себе куда-нибудь, можем потом делиться. Это вот, смотрите, что мы сейчас сделали. Мы, во-первых, сделали по лендингу. Да, взяли лендинг наш. Сейчас вот именно для вот этого консультанта ссылка стала реферальной. То есть, если человек нажмет «Хочу подарок», нажмет «Получить подарок», «Забрать подарок», да, разными словами здесь написано одно и то же, по сути. Зарегистрироваться, начать шопинг. Смотрите, одно и то же, просто разными словами. Он попадет в вашу структуру. Вашу. Здесь есть видео. Здесь есть цены. Здесь есть факт выгоды, что получит человек от того, что попользуется данным продуктом, получит его в подарок. Все сделано. Нам нужно это просто использовать. Вот эту ссылочку мы себе куда-нибудь сохранили. Это там не надо. Ссылочку мы эту куда-нибудь сохранили себе и держим ее под боком. Вдруг у нас появится какой-то новичок. Вдруг нам нужно будет эту ссылку использовать. Так, по укорачиванию ссылок все понятно. Вы можете использовать еще один ресурс. Это ресурс «Битли». Называется «Битли», укоротитель ссылок «Битли». Например, если вы в ВК, например, не работаете, работаете в каких-то других ресурсах, то это такой более универсальный. Да, копируете ссылку. «Ctrl-C». «Create» — это «Создать». Это такой международный ресурс. Сюда вы длинную ссылку делаете. «Create» — «Создать». У вас генерируется маленькая ссылка, которую нужно копировать. Все. Вот еще один инструмент для укорачивания ссылок, который вы можете использовать. Я думаю, что на вопрос, если ваш ответил, то и все понятно. Поставьте, пожалуйста, плюсик, да, что все понятно. Давайте пять плюсиков, потому что плюсики разные. Так. Посмотрим, все ли окей. Так. Вопросов пока его еще нет. И последнее, что я сегодня хотела вам показать. Я думаю, что по реферальным ссылкам теперь и по лендингам все понятно, да? Лендинги мы, как обычно, ищем, повторюсь, в левом верхнем углу. Сейчас лендинг отсутствует. Вот именно в данный конкретный момент его нет по техническим причинам. Где его найти, вам прямо сейчас я показала. Видите, нету. Обычно бывает еще «Новым консультантом» написано. Вы как раз «Новым консультантом» — это ваш лендинг. Если сейчас его нет, мы ищем просто в новостях конкретно данный момент. Если новичок вы, и сейчас эта новость не актуальна, вы либо просто берете эту ссылку за основу и останавливаете видео, и просто тупо копируете. «Фаберлик тебе и твоим друзьям». И здесь вот есть ссылка на этот лендинг. Видите, лендинговая страница. Останавливаете видео, просто тупо копируете эту ссылку, прямо вручную выписываете, открываете. Она у вас есть в авторизованном личном кабинете. Через вот эти волшебные кнопочки социальных сетей, и точнее через волшебную кнопочку WhatsApp, и создаете свою ссылку. Вот по несколько раз прохожу одну и ту же, чтобы уж точно стало понятно. То есть тот лендинг, который там, он общий. Человек, пройдя по нему, просто попадет в компанию и просто кому-нибудь распределится каким-нибудь другим VIP-ом, не вам. Вам нужно именно через вот эту кнопочку создать свою персональную ссылку, реферальную, вирусную. Надеюсь, все понятно. Так, по лендингам все. Вот есть у нас эти лендинги. Они бывают еще и разные. То есть здесь, например, какая-нибудь дополнительная акция была. Твой бонус у нас была, акция там с автомобилями и так далее. Под эту акцию создавался отдельный лендинг. Вы тоже его можете распространять и делать его реферальным. Так, следующее, и последнее, что я хочу показать. И, кстати, сегодня из тех ресурсов, которые нам дает компания, бесплатно, я не знаю, где еще столько можно получить бесплатно. Ввожу просто, да, без всяких английских, латинских букв, фотобанк, банк, фаберлик. Просто в поисковике. И у нас вот в самом верху вот такая вот штучка есть, фаберлик, фотобанк. Мы туда кликаем. То есть адрес этого сайта фотобанк.фаберлик.ком. У нас немножко дольше получилось, чем полчаса. Ну, что теперь? И вот, смотрите, у нас вот такая штучка открывается. Во-первых, в ней нужно быть авторизованным. То есть фотобанк, он не для всех, он только для авторизованных пользователей. Вводите пароль, здесь он у меня сохранен, и нажимаете «Войти». Здесь пользоваться ими вы можете, как всегда, в авторизованном личном кабинете. И просто смотрите, что здесь есть, что сейчас ведется и пополняется. Это мне понравилась тема рекламных креативов. Каталог 18, да, то есть здесь вот какие-то есть картинки, которые вам, возможно, пригодятся, да. Их можно редактировать. Смотрите, заходим. И здесь вот есть, можно просто в таком виде скачать, да, использовать их для социальных сетей и так далее. А можно открыть в редакторе и там стоимость поменять, свое что-нибудь дописать и так далее. Ну, тут как обычный редактор, знаете, нужно... В общем, давайте не будем сейчас на это время тратить. Тут надо приноровиться. Вернемся обратно к фотобанку. То есть вы поняли, да, что здесь можно это все редактировать. Что еще интересного? Мне понравился раздел пошагового применения. Его раньше не было. Здесь именно в отношении отдельных видов косметики, то есть у нас, например, есть новая линейка Блум, как использовать пошагово друг за дружкой. Линейка Эксперт, очень классная серия, работающая именно пошагово с разноуровневой гиалуроновой кислотой. Есть у нас серия Эксперт Пилинг АБЦ, что зачем. И вот здесь еще нам предложили раздел легкая покупка, походка пошагово, что зачем использовать. Шаг первый, шаг второй, шаг третий. Тоже можно использовать для своих соцсетей. Еще что есть интересно, это продуктовые корзины. Они обычно выкладываются для каждого периода, для 18. Вот я не вижу еще. Вот единственный минус, они как-то поздновато нам выкладывают их. На данный момент вот 17 период только есть, на другие периоды не готово. Есть фотоматериалы. Кстати, вот они по какой-то причине не обновляются и долго грузятся. То есть их практически новых картинок нет. Вот мы сейчас еще их и ждем, но картинки тяжелые и треновато грузятся. Вот они, да, вот как вот было изначально, так ничего не поменялось. Ничего нового я здесь не вижу. Может быть, плохо смотрю. Так, и готовые шаблоны. Здесь у нас, например, мы берем, есть сертификаты компании, есть логотипы компании, если вам нужно для работы. Есть у нас здесь поддержка каждого шага. Здесь они выгружаются очень вовремя. И я, например, использую для своей группы ВКонтакте, для того, чтобы создать баннер каждый раз. Каждый раз он рекрутирует на подарок. И, соответственно, здесь же его можно выгрузить и отредактировать, например, в конве. Здесь же его можно отредактировать. При желании здесь тоже есть редактор. Для Инстаграма, для Фейсбука, для ВК, для Одноклассников. Видим, все есть. Я думаю, что я достаточно полно уже познакомила вас с ресурсом Фотобанка. Есть изображение дельных продуктов. Видимо, его тоже пополняют. Здесь были не все картинки. Я, во-первых, картинки, если мне нужно просто на белом фоне изображение продукта, я его беру из приложения. Там настолько просто и удобно все скачивается, что вот им пользуюсь. То есть здесь я практически не залаждаю для того, чтобы картинки, изображение скачать. Так, это, пожалуй, все, что я хотела бы сказать. То есть я вам сегодня лендинг. Все, лендинг рассказала, да, на лендинг, по-моему, я ответила на вопрос. Каталог, да, каталог. Под каким предлогом, скажем, знакомым? Смотрите, шаблоны могут быть разные. Я буквально вчера в своих чатах размещала по акции «Пригласи друзей». Здесь, во-первых, работает конкретно ваша фантазия. Общаемся не с шаблонными фразами. Общаемся так, как вы бы общались с друзьями в обычной жизни. Так. Сейчас, секунду. Ну, например. Как пригласить подружек? Привет, ты знаешь, что я в Фаберлик для себя покупаю средства для дома парфюмерии. Рассказываю, что конкретно нравится. Сейчас увидела, что новичкам дарят классный подарок. Четыре маски и крем, как ластик, стирающий морщинки и поры. Для фотосессии идеальный вариант. Здесь работаем конкретно с потребностями подружки, например. Если знаем, что подружка любит фоткаться, делать селфи и так далее, то и делаем акцент на этом. Нам же важно, чтобы человек заинтересовался. Можно сделать ссылку на лендинг здесь. Я вам показала, как это делается. Можно сразу отправить ссылку на каталог. Тоже реферальный. Подруга не поймет, что он реферальный. Если интересно, как получить сразу пять подарков, с радостью расскажу, так как сама с удовольствием пользуюсь всеми преимуществами шоппинга в компании. Тем более, Новый год на носу можно успеть еще подарки заказать от 79 рублей, при этом вернуть потраченные средства подарками на эту же сумму. Как тебе такая мысль? Смотрите, здесь вы сами соображаете и думаете, что отправить. Только фантазия работает ваша. Так, на этот вопрос я отправила ответ, под каким предлогом отправить каталог. Знаете, иногда подружки сами просят каталог, но знают, что ты занимаешься Фаберликой и просят отправить каталог. Про лендинг, я думаю, полностью рассказала. Только через WhatsApp. Итак, смотрите, если вы просто нажмете другие какие-нибудь там ВКонтакте, то получится, что у вас скрывается сам ВК, и ссылки там нет. То есть вы, получается, поделиться можете только, что он вам предлагает в своем сообществе, на своей стене, либо поделиться предлагает в личных сообщениях. А если вам не надо, если вам сейчас на данный момент просто нужна ссылка, которую вы хотите всегда держать под рукой, чтобы вставить в сообщение готовое, но куда-нибудь вставить, чтобы она у вас была, потому что вы же не только ВКонтакте общаетесь просто с ссылками. Вы же живые люди, вы пишете тексты. Да, там можно написать текст, но он не всегда под рукой у вас. Вот и возможность зайти и нажать кнопку «Поделиться». Поэтому в начале каталога мы просто готовим несколько реферальных ссылок. Ссылка на лендинг, ссылка на каталог, ссылка на первую линию регистрации, ссылка на сайт, она всегда одинаковая, ее вообще не надо менять. То есть все как бы замечательно, готовите две ссылки. Вот ссылка на лендинг, она тоже вообще-то одна, так-то по идее, да. Я вам показала, как она выглядит, и под эту ссылку компания каждый раз настраивает новый лендинг. Просто бывает так, что в начале периода у вас этот лендинг, он еще старый, и еще не успели программисты все поменять. Просто вы смотрите, что лендинг обновился, все отлично, теперь я могу его отправить. И все. Больше здесь ничего такого нет. Я тут не знаю, что показываю вам, да, презентацию надо показывать. Так, вот, все, с этим разобрались. И да, я сказала, что если вы возьмете ВК, Одноклассники, Фейсбук, то есть он вам будет предлагать не готовую ссылку, а он будет вам предлагать поделиться в личных сообщениях на своей странице, либо в сообществе. А вам ссылка нужна. И ссылку, да, вы сможете сделать только через WhatsApp на данный момент. Раньше было через Telegram, я пользовалась этим. А было через Twitter, что-то меня там грузило очень долго в этот раз, поэтому вам показала WhatsApp. Смотрите, где у вас вот такая вот прямо ссылочка длинно генерируется, и вы ее можете оттуда скачать. И потом укоротить через ВК укоротитель ссылок, либо через, например, битли. Хотя еще эти сами укоротители ссылок очень много, я показала вам такие самые нормальные, какие есть. Какие вопросы еще остались? Ой, ну да, практически часовой получился вебинар, хотела бы на полчаса, а в итоге оказалось, что рассказать есть что. Все, я думаю, да, с этим все понятно. Если у вас какие-то вопросы будут, тоже спрашивайте в наших чатах. Я на сегодняшний момент, да, заканчиваю. Всем до новых встреч, всем пока-пока. Хорошего настроения, отличного дня.